Интересная задача, представим, что есть бак в виде куба, все стороны его равны одному метру, в него можно залить воду, есть вот такие вот цилиндры, их очень много, высота этих цилиндров совпадает с высотой куба 1 метр, диаметр основания 0,2 метра, есть такая задачка, допустим мы заполним этот куб водой полностью, войдет 1 кубический метр воды, потом будем вставлять в этот куб вот эти вот цилиндры, они будут выдавливать воду, выдавливать воду, ну, сюда войдет, грубо говоря, 25 цилиндров, если учитывать размеры куба и диаметр основания, так вот вопрос, сколько воды останется в большом баке, если мы туда поставим сначала эти цилиндры, а потом их вытащим, так вот надо определить, сколько воды останется. поставьте видео на паузу и попробуйте решить самостоятельно. Подставили картину? для этого нам необходимы следующие формулы. Объем куба. Объем куба, он равен умножению значений всех его граней. То есть мы берем высоту, основание, ширину, длину и множим все друг на друга. Ну, поскольку здесь все совпадает, то просто будет L в кубе, где L – это длина ребра куба. Равно L в кубе. С цилиндром несколько сложнее. Объем цилиндра равен высоте его умножить на площадь основания. А площадь основания равно πr квадрат, где π – легендарное число. 3,14, 152 и так далее. Вычисление знаковых числа π после запятой – это целое математическое приключение. Люди вычисляют его. Теперь займемся нашим кубом. Объем куба 1 кубический метр. Объем цилиндра равен, высота цилиндра 1 метр, π3,14 и квадрат радиуса. У нас диаметр 0,2 метра, значит радиус 0,1 метра. И вот получаем, что объем одного цилиндра равен 0,314 куба. Как мы уже определили, войдет 25 цилиндров, учитывая размеры куба и размеры и диаметры основания. Таким образом, общий объем всех цилиндров – 0,785 куба. Отнимаем от одного куба эту величину, получаем 0,215 метра кубический. Это войдет в 21,5 ведро, если считать, что в ведре 10 литров. Вот такой ответ. Надеюсь, у вас получился такой ответ. Пишите комментарии, как вы решали эту задачу, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь.